Какие процессы, background check заявителя занимают очень долго, даже если вы предоставляете штрафки о несудимых странах, где проживали более 6 месяцев? Очень хороший вопрос, Бахадир, потому что они посылают нам security check, вне зависимости от того, предоставили ли вы документы. Они должны перепроверить эту информацию. Особенно, я же говорю, сейчас очень неспокойно в мире. Очень большое количество стран находится слишком близко к тем странам, где сейчас идут военные действия. Очень много наемников, очень много вопросов из-за этого к любым представителям. Это и Узбекистан, и Азербайджан, и Грузия. Я молчу про Российскую Федерацию и Украину замечательную. По всем идут security check, они проверяют терроризм, геноцид, проверяют предыдущие судимости, проверяют насилие по отношению к человечеству. В общем, вот эти все моменты. Потому что сейчас такого очень много. Это не лично к вам отношение, а просто потому, что так сложились обстоятельства в мире. Могу ли я после эмиграции с семьей позвать родителей? Вы позвать можете, эмигрировать тоже теоретически можете, но это будет не быстро, и это будет за ваш счет все. В основном это все. Здравствуйте, вы помогаете в получении province nomination. Я не люблю вот эту формулировку. Помогаете в получении. Кроме спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Я просто не буду вас этой, как называется, на лодке палкой добивать сверху, сидя в лодке. Я вам ее протяну, окей? Чтобы вы не захлебнулись. Это наша с вами совместная работа. Потому что эмигрируете вы, а я просто знаю как. Но если вы не будете делать то, что я вам говорю, то у нас с вами ничего не получится. Поэтому мы оказываем услуги в подаче заявлений на провинциальные номинации, при условии, что вы соответствуете условиям этих программ. Какие условия, мы вам тоже можем, конечно же, рассказать. Есть ли возможность поехать, закончить только школу и без опыта работы? Только если школьное образование и у вас нет опыта работы, то я предполагаю, что вам должно быть мало лет, скорее всего. И тогда вы можете поехать либо в гости, либо на обучение в Канаду, если вам позволяют финансы. Если мы говорим об эмиграции, то без опыта работы это только через постель, опять же, только через брак. Любая эмиграция в Канаду это поиск недостающих квалифицированных специалистов, которых нет в Канаде. Для этого эмиграцию и придумали, по сути, своей. Если у вас нет опыта работы в своей стране, то вам ничто вы дадите этой стране, Канаде. Ничего, по сути, да. Вы можете приехать учиться, тратить деньги, вот это поэтому вам разрешено. Но если опыта работы нет, то эмиграционные программы для вас закрыты. Но, пожалуйста, пойдите у себя дома, наработайте один-два года опыта работы. Заранее зная, что это может потенциально привести к эмиграции, вы будете подходить по профессии. Потому что есть профессии, которые на века востребованы. Вот реально, вот сколько, я 18 лет занимаюсь эмиграцией, и вот столько есть профессий, которые, вот она всегда востребована. Если вы по ней наработаете опыт, вы сможете по ней эмигрировать. И все, потом спокойно уже с опытом работы можно двигаться дальше. Поэтому, если вы хотите, я вам хочу посмотреть, потому что это не все, что вообще. И мне кажется, что это может быть на эмиграциях, это может быть на эмиграции. Потому что эта эмиграция, мы говорим, что любой вопрос, который работает, который вы будете работать в экологии. Потому что, как и антиконисты, которые работали, ликвидающие, которые получили с эмиграциями, В этом случае вы должны быть уставленным иммиграций программом. Если вы не улучшите это, то у вас будет уровень. Вы можете улучшить эту вопрос, и при этом компания начнется завершиться. И при этом мы должны быть улучшими качествами. В интернет, обязательно в день, просто перезапев트 компании. Он может уничтожить. Уйдут! Опыт работы для иммиграции в Канаду – это как в воздуху. Вы можете какое-то время без воздуха, а потом все. Вот то же самое именно в иммиграции. Как ни крути, какое-то время вы там протянете без опыта, как-то можете попасть, что-то можете, но именно получить статус ПМЖ, но я же говорю, кроме там беженства, наверное, и брака, вариантов других, без опыта работы не будет. Скажите 5 самых нужных вещей для иммиграции. Язык, английский или французский, или оба. Деньги, потому что основная масса иммиграционных программ будут предполагать, что вы должны доказать наличие уже средств на вашу будущую адаптацию в Канаде. Отличаться сумма будет в зависимости от количества членов семьи. Третье – это здоровье. Если у вас есть проблемы со здоровьем, которые будут слишком дороги для правительства Канады, или если ваше здоровье – это угроза для безопасности населения, в любом плане психическом или физическом, не имеет значения, то это тоже несовместимая история, и здесь, опять же, могут быть большие-большие сложности. Четвертое. Важно, чтобы у вас была уверенность, что вы хотите иммигрировать. Если у вас эта уверенность на каком-то этапе пропадает, то вероятность того, что вы дойдете до конца, она резко снижается. Вы должны абсолютно верить в то, что вам это нужно, знать, зачем вам это нужно, и двигаться к своей цели. Тогда вы к ней придете. И пятое – у вас должен быть смелый партнер или преданный друг, который не промолчит и отвернется в сторону, или там наоборот, и боже, ты в Канаду, господи, куда, ом, вот нормальный должен быть партнер у вас, который с вами за руку этот процесс будет идти, или без никого. Вот. И тогда, вот это, наверное, пять китов, на которых держится успешная иммиграция. Канадо иммиграться, меняет от себя в качестве лучших факторов и это ответственность, в первую очередь из языков, английского или французского языка, если вы так называете, этого, вы так понимаете, это сложный момент, самая она лучше, этом же очень сложно, в том числе, потому что в Канадо иммиграться сразу, вы добрались за уходами на женскую салон, но вы бы не было обязанной, вы новый процесс продолжает, вы можете о ВИЗА ватнабы, Продолжение следует... 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 о посудимости, о количестве средств, которые у вас есть на эмиграцию в Канаду. На основании этой информации мы производим анализ, по какой программе или программам у вас есть шансы на то, чтобы эмигрировать и получить статус ПНЖ. И предоставляем вам развернутую индивидуальную видеоконсультацию, письменную консультацию с ссылками на официальные источники, список контактов наших клиентов, которые выехали с нами и дали согласие на то, чтобы вы связались с ними по вопросам адаптации, финансовый расчет по смете, все-все информально. Вот этот комплекс – это оценка шансов. Подробно о ней вы можете получить бесплатную видеоконсультацию, пишите в директ вам, Абдул-Азиз, или если хотите, мы вышли, вы сможете посмотреть поэтапно, зачем это, что и почему. Пока я только в двух словах могу сказать. Субтитры делал, а здесь просто по следующему видео. Сейчас все шансы на то, что вы будете рассказывать про видео из Новая. Редактор субтитров А.Семкинisch Я задавал вопросы, чтобы я активно проводил вопросы. Но все вам говорят, что мы всегда хотим голосовать. Если мы были заботы, то есть и мы всегда хотим голосовать. Спасибо вам и спасибо вам. Скажите о самых легких способах иммиграции. Смотрите, друзья, все самые легкие способы иммиграции есть у нас на YouTube-канале. Paleon Immigration можете вбить. Вообще, в принципе, мы не сторонники усложнять так сложный процесс, поэтому все оптимальные, доказанные, прикладные способы иммиграции, которые приводят к результату, описаны у нас на нашем канале. В общих чертах вы сможете с ними ознакомиться. И с провинциальной номинацией, и с поддержкой национальных общин, и с поддержкой городов, и с поддержкой работодателей, и без ничего, и через бизнес-иммиграцию. Все эти варианты есть, вы можете посмотреть. Сейчас эфирное время тратить на описание каждое было бы, наверное, несправедливо. В следующем вопросе. иммиграцию при оттенке шансов. Я инвалид первой группы, я еле-еле знаю английский язык, помогите мне попасть в Канаду. Вот я с места не сдвинусь, я не подставлю человека под ситуацию, при которой он имеет возможность, в принципе, по большому счету, получить и для себя, и для мамы, и для бабушки. Но без знания языка, инвалид первой группы, что бы там ни было, в 49 лет с двумя женщинами, понимаете, я не то что, ну кто-то может, знаете, кощу и ради денег возьмется, чтобы что-то сделать. Но это не вариант. Это человек, который приедет и, ну, в лучшем случае он будет бомжевать вместе со своими мамой и бабушкой. В худшем случае это закончится все очень трагично. Поэтому здесь нужно очень четко оценивать исходно вообще, что Канада, кого Канада хочет. Помоложе, поздоровее, побогаче и, ну, такие, чтобы вообще были толерантные, дружелюбные совершенно ко всему, без хребетных. Как я, что ли? Дальше. Кроме болезни, отсутствие денег, да, это, в принципе, ну, крест на эмиграции как таковой. Эмигрировать вообще без денег – это невозможно. И более того, вам это совершенно не нужно, потому что, еще раз, Канада – это достаточно дорогая страна во всех отношениях. Даже если вам со всех сторон тут обкладывают, там, помогают чем-то, то все равно. Тоже яркий пример, тоже связан, кстати говоря, с ситуацией, когда случайно получилось, что люди из Украины ввиду войны начали попадать в Канаду. Они исходно это не планировали, денег они не откладывали, пришла война, ничего не сделали. Но есть люди, которые, ну, этот стресс и этот страх пережили, приехали, некоторые, там, пять детей притолкала с собой одна и работает, и детям нашла. А есть мальчики, приехал мальчик, естественно, он или на фронт, или в Канаду, выбираем Канаду, понятное дело. Вот он приехал, приехал в достаточно большой город и практически сошел с ума. И при этом он знает язык. У человека началась такая депрессия, что мало того, что он потерялся на неделю, вообще его разыскивали по группам Фейсбука. А когда его, наконец, с полицией, с мигалками нашли, у него реально, ну, кукухой человек поехал, потому что он не был готов ни к Канаде, ни финансово, ни эмоционально. Здесь, ну, и, естественно, его никто не брал на работу, потому что, ну, в общем-то, он из себя ничего не представляет, опыта до этого нет, коммуникабельности нет. А Канада любит, чтобы вы были коммуникабельны. И это приводит к тому, что количество проблемных людей в Канаде только растет из-за этого. Поэтому вы должны быть финансово, в том числе, готовы к иммиграции. Если у вас нет денег, надо их сначала заработать, а потом ехать в Канаду. Это не наоборот. В Канаде и в Канаде и в Канаде и в Канаде. Если у вас нет денег, то она будет в Канаде, что он хочет работать в Канаде. Что существо нет времени наоборот. Когда вы получили в эммиграции, он не мутил. А у вас было в порядке в nep bottleneck, потому что занимался в Канаде. Я не хочу, чтобы получить огромный шанс. Потому что я не хочу, чтобы получить это. Мне не нравится. Потому что у нас есть очень важный момент. Есть вот такая проблема. Единственное количество. Но у нас нет никаких шансов. Но кто-то в оценке категории, . Ребosa говорит говорить, что и аналогично очень страшная, и даже могут не купить для ценностей, они тоже, когда mesure, очень언ет, и вżenerMA и возражает на Adrian Adrian ночь... А я за задacity перестала. Затем ключевые ценники п RTX 20F GHz, сейчас ethics ngh patterns' в рывной и повышенных ссылок обслуживаниях в ревне. Нет шансов у тех, кто много говорит в лучшем понимании этого слова. что иммиграция, как счастье, любит тишину, запомните. Как только вы начинаете всем вокруг рассказывать, что вы собираетесь иммигрировать, одна зараза найдется и напишет в процессе позавидовав какой-то poison letter, так они называются юридически. Это письмо, которое они отправляют, человек может отправить любой анонимку правительству Канады и сказать, а вы знаете, что он подделал свой опыт работы, а знаете, что на самом деле у него есть судимый, и они вынуждены любое такое письмо проверять, а вам проблемы, поэтому тихо, получите визы, приедете в Канаду, позвоните всем своим друзьям и передадите им привет уже из Канады. Вот так это будет нормально. В другом случае ввели очень, это вы знаете, иногда кажется, что да ладно, но я вам клянусь, в год приблизительно 30 таких ситуаций у нас возникает, просто потому что человек на фоне ажиотажа, что он сам счастлив от того, что происходит, начинает делиться, а потом мы не можем уже ничего с этим сделать. Ну, то есть мы вынуждены что-то делать, отбрехиваться, общаться с иммиграционными службами, но это очень усложняет процедуру. Угу. Яна, чем я хочу сказать, что в Канаде иммиграция, когда он взялись с иммиграцией, она создается из них в том, что является то, они стремливая церковь, они следивают за то, что это из Канадо, того что они предлагают. В этом случае, посетить месяц, если есть вы знаете, что у вас будет научно компрессовать, если он активный институт, это происходит, что если вы хотите Bertrande у тебя, то есть это, что island здесь не следует, Это как они украшают какие-то дела, поэтому, как вы deterurs в Канаде, на этой части, мы собираемся, например, заказать иммигрирование, В этом году в Канаде появляется много миллионов рублей, и в этом году в Канаде появляется много миллионов рублей. И так далее, как в Субхане, может быть, он что-то в том, что он может быть, что он может быть. Потому что в Субхане, он находится в споте для того, чтобы он был виноват в руках. В этом году, когда вы не знаете, вы не знаете, вы не знаете, что вы не знаете. Потому что, у нас есть просто задача. Это все, что в Канаде было в аэропорте, потому что в аэропорте есть документация. Когда мы говорим о телефонах, мы говорим о инстаграме. Мы говорим о видеороле 4 секунды. Мы пишем о видеороле. В каких случаях можно получить отказ при подаче на иммиграцию? Вот человек, они так и понимают, подавали на иммиграцию, но получили отказ вместе. В каких случаях это случается? Коротко, это ложь. Это непреднамеренная ложь. То есть вы сами не знали или забыли, но соврали или не предоставили достоверную информацию о себе. Забыл про отказ в Штаты, забыл про депортацию, забыл, что менял фамилию несколько раз и имя тоже менял. Забыл. Ну и бывает. Люди, они... Вот это все, это может быть причиной к отказу. Подделка документов. Знаете, не каждый художник проходит этот процесс успешно. Нужно понимать, подделка документов приводит к отказу. К отказу такие вещи приводят и к запрету на любую подачу на канадские сети ПИС на 5 лет минимум. Дальше. Состояние здоровья может привести к отказу. Это очень важный аспект, поэтому мы обычно состояние здоровья оцениваем до оценки шансов. И не беремся за оценку шансов, если чувствуем, что есть проблема. Почему? Потому что медицина, медицинский осмотр для иммиграции в Канаду, проходите вы его либо в середине процесса, либо в самом конце. То есть вас уже, не знаю, выбрала какая-то община, вы уже съездили на визит, вы получили номинацию, мы подали вас на федеральное ПМЖ. Вы уже полтора года в рассмотрении, вам приходит направление на медосмотр и выясняется, что у вас очень дорогое заболевание. Я не буду называть, нет волшебных. Любое дорогое заболевание, это значит, что оно стоит больше 25 тысяч канадских долларов, если я не ошибаюсь, в год на здравоохранение. То есть вам нужны очень дорогие медикаменты, вам нужны ежегодные обследования, или вам нужен, не знаю, человек-падырь какой-нибудь. И все, вам откажут по медицине в самом конце процесса, и вам ничего не вернут. Поэтому эти вещи, да, могут привести к отказу, мы их решаем до этого на берегу. Не предоставление запрашиваемых правительством документов в срок может привести к отказу. Вы находитесь в рассмотрении, правительство вам дает 30 дней на то, чтобы предоставить свежий сертификат IELTS General, потому что ваш в процессе рассмотрения истек. А вы такой, чего? Да я потратил на этот IELTS, он очень не шефтер, раз, да идите вы в баню, не буду сдавать. Не будешь сдавать, сиди дома, до свидания. Вам могут за это отказать. Это же касается, например, ситуации, когда вы не можете объективно даже предоставить документ. Бывает, у нас был кандидат, они работали в охране очень недолго, ну, относительно недолго. И вообще там не были на рабочем разрешении, не работали по... У них была туристическая виза, и они как бы просто там территориально, географически находились, но не имели юридического отношения к стране. И вот Канада запросила справку о неслужимости из Бахрейна, причем в Рамадан. Ну, вообще, то есть конец света. Мало того, что там не с кем разговаривать в принципе об этом, не с кем разговаривать об этом в праздник, сроки короткие. И нам пришлось связываться со всеми возможными консульскими службами Бахрейна по всему миру, чтобы выяснить их практику. В итоге мы нашли документальное доказательство о том, что Бахрейн не дает справки о неслужимости тем, у кого нет рабочей визы. И мы как бы тогда вышли из... Но это очень усложнило и удлинило сроки. Если бы мы ничего не предоставили, то был бы отказ за непредоставление документа или пояснение к нему. Дальше. Отказ. Неадекватное ваше поведение по отношению к Канаде. Я сейчас говорю не о мордобое на улице, естественно, его в процессе эмиграции никто не видит. Я говорю о вашей активности в социальных сетях. Случайно может быть такое, что есть люди, которые вечером приходят с работы, знаешь, отдыхать начинают и начинают писать разные вещи в Фейсбуке, там, не знаю, выкладывать какие-то посты провокационные, ненависть, агрессия, геноцид, терроризм. Вот если это что-то будет замечено, то вы попадете под дополнительный security screening, в итоге который может привести к дополнительным обследованиям, возможно, психиатрическим. Я сейчас фантазирую, да? И в итоге это может привести к отказу. Поэтому думайте, что вы пишете уже сейчас. Если в Канаде вы будете ахинееку нести в социальных сетях, там вообще два раза не думают, это сразу судебные истины. Поэтому привыкайте лучше сразу. И последнее, собственно, да, терроризм, участие в военных действиях и убийство мирных жителей. Соответственно, это и есть геноцид, любого рода шпионаж, возможная служба в разведвойсках, так, чтобы они могут подумать, что вы имеете отношение к какой-то разведке. Это может быть причиной, не может быть, это 100% будет причиной отказа, если это будет доказано. Поэтому, если у вас были какие-то похожие или спорные ситуации, это вместе с состоянием здоровья и судимостями надо обсуждать заранее, лично со мной, до оценки шансов. Согласно, если у вас были умиграции, то есть умиграции не было бы, Если фотографировать в Фойдец, запретить отдых на обратно к иммуном acreditarям, то нет. Особождать документов. Все, понимаем, для иммиграции которые вы не знаете. Все в accord с иммиграцией указательными документами о том, что иммиградная реализация. Кто подписывает иммиграцию? Когда поспят! Опять же, иммиграции удается в том, что иммиграции указывается. Продолжение следует. Мы выговорили сейчас так. И если вы правы по правилам Канады, то поскольку она будет наказал в Мидас Motor. Мидас Motor обientет иммиграционный процесс. Для начала мы делаем иммиграционный процесс. И если мы обращаемся к Канаду, который не может сделать то, что мы не можем агентовать. Это последний момент. Что касается Канада, кроме того, что вы не знаете. Это как вы говорите, что вы говорите. Я думаю, что вы думаете о том, что о том, что люди в Канаде обладают надпись и обладают надпись и обладают надпись. И для этих слов, что спины. Например, вы думаете о том, что люди с вебинатами и обладают надпись в другом, Если вы учили в развитие бизнеса, то вы должны обеспечить сохранность. И, если вы находите из-за инвестор, то вы сразу же обеспечиваете. У меня на сегодня все. Спасибо вам большое за прекрасные вопросы, прекрасное настроение. Если мы не ответили на какие-то вопросы, вы можете присылать их Абдул-Азизу в директ. Мы либо оставим их на следующий прямой эфир, либо в процессе мы можем перейти к персональной консультации и обсудить все, что вас интересует в индивидуальном порядке. Большое спасибо, Рахмат Абдул-Азиз, за предоставленное время. Большое спасибо. Спасибо, Рахмат Абдул-Азиз, за предоставленное время.